Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 мая и вот пока в теплице не стало окончательно жарко, я хочу с вами поговорить на очень важную тему. Высажены наши томаты, все у нас готово и каждого волнует. Чем подкармливать в течение сезона? Какие нужны, а какие нет? Сейчас я буду рассказывать про подкормки. Я постараюсь не называть даже название удобрений. Нам самое главное вот эту систему, по какой мы должны подкармливать, вы должны знать. Потому что здесь так же, как и везде, когда я показывала видео, что добавлять в лунки, я говорила, что есть традиционный метод, который более распространенный. Он такой простой, уже накатанный. А есть всякая экзотика, которая сейчас к нам хлынула с интернета, со всех этих видеороликов. И так же про подкормки. Есть традиционные, которые десятилетиями люди уже опробовали на себе. Они основаны на фазах развития растения. И одна часть делает так, огородников, а другие пробуют все. Все, что видят в интернете, независимо от сроков, независимо от количества, от компонентов, опрыскивают, поливают, подкармливают. Я никогда так не делаю. Мы сейчас будем рассматривать традиционную и более приближенную к советам специалистов в этой области. Если говорить о традиционной, то тут, почему я придерживаюсь именно вот этой линии, как два русла же у нас, одни так, другие так. Подкормки должны быть грамотные. Я это понимаю, я стараюсь придерживаться. Чтобы наши растения получили весь комплекс макроэлементов, микроэлементов, именно в тот период, когда им это нужно. Например, ну а я сейчас буду по порядку все, чтобы вас не путать. Например, в один период им нужно одно, а в конце лета им нужно совсем другое. И вот от этапов. И поэтому подкормки у нас никак не могут совпасть. Вот я хочу до вас донести то, что, например, если я сейчас буду делать какую-то подкормку, это не факт, что нужно повторять и что вам она подойдет. Вам возможно ее делать рано, но и так же будет летом. Ведь все зависит от возраста наших томатов. У кого-то уже цветут, у меня вот только начинают свисти, у кого-то, возможно, уже фаза плодоношения. И это разные требуются микроорганизмы, и разные требуются подкормки. А еще не забывайте, что бывают внеочередные, экстренные, всякие-всякие разные, о которых я скажу в конце. Потому что всем, например, сейчас азот не надо, а у кого-то подмерзло, или у кого-то хилое, слаборазвитое, то он, может быть, такую внеочередную сделает азотом, и даже я могу, например, сделать себе какую-то внеочередную, а вам она, возможно, не нужна. Все, вот все делим на 5 этапов, 5 основных этапов. Ну, конечно, в идеале, если подготовить грунт заранее, добавить свежего чернозема, добавить перегноя, сосени, добавить суперфосфата, потом весной добавить немножко мочевины, то первую часть подкормок, которую делаем мы все весной, ее можно вообще избежать, можно до самого цветения томатов не добавлять вообще ничего и ни о чем не задумываться. Ну и там, может быть, если даже будет жарко, вы чуть-чуть там борную какую-то подкормку сделаете, а кому-то она не нужна, у кого нет жары. Все, начинаем первый этап. Вот мы при высадке, я уже его упускаю, потому что мы это прошли, добавляем в лунку, все. Первый этап это через 10-15 дней, обычно через полмесяца, делается первая подкормка. Это у кого-то май, у кого-то будет июнь. И во время первой подкормки нам нужен комплекс НПК и микроэлементы. Вот, опять же, каждый может выбрать свое. Вот вчера я уже делала подкормку микроэлементами. Если мне нужен будет комплекс НПК, я могу взять просто комплексное удобрение, где азот, фосфор и калий. Могу составить, например, суперфосфат, калий и чуть-чуть азотистых. Это делает каждый по-своему. Вы должны только знать, что через полмесяца после высадки растениям вашим потребуются фосфор, азот и калий в равных дозах, например, комплекс. И микроэлементы желательно. На всех этапах можно добавлять золу. В золе это весь комплекс микроэлементов. И это вроде как натуральный комплекс микроэлементов. Можно делать взамену того, что вот я вчера опрыскивала фабричные. Все. Второй у нас это период роста. Вот когда просто период роста, это май, это июнь. Вот первые месяцы, смотря кто когда высадил, нужен фосфор и азот. Фосфор у нас увеличивает корневую систему, чтобы корневая система разрослась, окрепла, чтобы она больше качала этих питательных веществ, чтобы сразу и цвели плоды. Все это мы понимаем. Тут можно и нитрофоской, и можно опять же сделать золой, суперфосфат, можно монофосфат калия. Вы только должны знать, что они должны получить фосфор и азот. Азот мы добавляем немножко для того, чтобы фосфор лучше усваивался растениями. Все. Это был второй. Потом третий во время цветения. Во время цветения уже немного у нас изменяется. Нужен фосфор и калий. Тут опять же я говорю, что я не буду точно говорить каким. Кто-то пользуется монофосфатом, кто-то делает вытяжку из суперфосфата и калий сернокислый. Варианты могут быть разные, но нам нужен во время цветения фосфор и калий. Потом, во время завязывания плодов, это у нас уже четвертый этап идет. Опять фосфор и калий. Тут нужен фосфор, тут нужен калий. Можете поменять удобрение подкормки, можете не менять. Можете сделать листовую, вне корневую, такое опрыскивание. Можете полить под куст. Это дело, ну как, опять же золу можно в это время добавлять. Можно и монофосфатом опрыскивать. Можно и вытяжку из суперфосфата делать с сернокислым калием. Главное, в какой бы форме вы ни взяли, чтобы растения ваши получили фосфор и калий. И потом уже, вот когда наступит у нас июнь, июль, август, плодоношение, оно же растянутое. И вот они плодоносят, плодоносят ближе, ну вот как в самый такой вот, когда наливается все это. Для улучшения вкуса плодов мы должны ввести немного, прям микродозы. Бор, марганец и вот, потому что считается, что эти микроэлементы, они улучшают вкус, повышается сахаристость. И тут же еще и фосфор калий нужен обязательно в этот период. Так что вот в самый период таких, чтобы несистые были, вкусные, сладкие, кроме фосфора и калия, добавляем бор, марганец и вот. Ну и все. Ну существуют еще и внеочередные подкормки. Я уже говорила, если, например, сгорела рассада, подмерзла рассада, тогда азотосодержащими надо подкармливать тот же карбамид. Он поможет быстро нарастить вот эту массу. Это нехватки какого-то одного макроэлемента, микроэлемента. Когда меняется форма, цвет листьев, мы делаем неочередные, а экстренные подкормки. И еще от состава грунта, от плодородия земли, всегда напрямую зависит количество подкормок. Чем богаче грунт, тем лучше, идеальнее его состав, тем меньше нам подкормок приходится делать. Именно поэтому я всегда добавляю свежую землю чернозем, я добавляю перегной, чтобы летом меньше бегать с подкормками. Иногда, когда вот состав грунта хороший такой, можно свести до минимума, можно вообще одну, две или три подкормки сделать. Но если грунт бедный, если ничего вы туда не добавляете, то количество подкормок может увеличиться до 10, потому что все микроэлементы вам придется вводить извне. Это вы должны понимать. Грунт хороший, подкармливаем меньше, грунт плохой, подкармливаем больше. Но самое главное, это не перекормить. При грамотной подкормке грунта все будет идеально, растение получит то количество, которое нужно. Не нужно лишний раз ничего туда пичкать лишнее. Сделали одну подкормку, ждите следующей фазы развития растения. Не надо прям чередовать, накладывать вот так друг на друга их. Так что если у вас все хорошо, удобрено, можно две-три. Если у вас совсем бедненькая, ничего не сделано, то придется 10 делать. А это сюда входят и листовые, и корневые, и поливы, и все на свете. О каждой своей подкормке я буду вам говорить, но я вам говорю, что у нас сроки могут не совпадать. А кому-то, возможно, эта подкормка будет не нужна. Самое главное понять принцип, что у нас вот есть пять фаз. Например, вот когда он только что сейчас период роста, потом период цветения это два, период завязывания плодов три, начало плодоношения четыре, и когда массовое плодоношение пять. И каждый раз мы немножко должны менять, что-то добавлять, что-то убирать. Если хороший грунт, азот не рекомендую, чтобы не было жирования. Все, до свидания. Я надеюсь, даже начинающие, даже новички могут разобраться в этом калейдоскопе, в этой массе подкормок. Я иногда за год, бывает некогда, не делаю ни одной, но из-за того, что добавляю в грунт вот все это и золу, и перегной, и черную землю, урожай тоже бывает хороший, но если грунт бедный, надеяться на Бога, тоже, конечно, урожай будет маленький. Ну, до свидания. Желаю всем хорошего. Пошла дальше высаживать томаты. Сейчас буду показывать вам, как высаживаю на грядке или нивке. С вами была Ольга Чернова.